Библейское богословие Оно должно предоставлять точное феноменологическое описание Содержание Библии в совокупности всех ее книг От Бытия до Откровения Итак, оно носит описательный характер Иными словами, основной фокус библейского богословия Интратекстуальный При этом в качестве текста выступает весь библейский канон Повторю, от Бытия до Откровения Систематическое же богословие Выполняет прескриптивную функцию Наряду с дескриптивной Систематическое богословие Стремится ответить на такие вопросы, как Во что нам, получившим библейское Откровение, следует верить? Какими в свете этого Откровения Должны быть наши ценности? Какой образ жизни, согласно Библии, От нас ожидается Это вопросы иного порядка Вопросы типа И что же теперь? Они о чем это? От Бытия до Откровения Как об этом говорит сама Библия И что теперь? Причем вопросы эти должны идти в логическом порядке Таким образом, главный фокус библейского богословия Интратекстуальный Его предмет — содержание библейских текстов Однако есть в нем и экстратекстуальный аспект Который охватывает мир за пределами Священного Писания Мир, в котором живем мы с вами И обеспечивает взаимосвязь Скажите, вот это описание Божьего замысла Которое мы часто повторяем Оно характерно для библейского Или для систематического богословия Наша основная модель «Жизнь под Божьей властью, по Божьим законам» Это формулировка из области библейского богословия Или систематического богословия Из области библейского богословия Если рассматривать его Как описание божественного замысла Как он представлен в каноне Если интратекстуальный анализ Приводит нас к такому выводу туда Это область библейского богословия В систематическом богословии это прозвучало бы так Хорошо, если такова суть Божьего замысла То как в свете этого Должно жить нам? Как это отражается? Лично на мне На моей учебе в семинарии Семейной жизни Работе и так далее Понятно, что подобные вопросы Канон прямо не ставит Тогда как отличить вопрос из области систематического богословия От вопроса из области пастырского богословия? Как отличить вопрос из области систематического богословия от вопроса из области пастырского богословия? Отвечу так, я рассматриваю этику и пастырское богословие как разделы богословия в целом. В идеале, я, признаться, разделять бы их не стал. Подобные разграничения не дают мыслить интегративно. Потому что тщательное препарирование богословия нередко приводит к тому, что сегодня мы занимаемся пастырским богословием, завтра систематическим и так далее. Понимаете, о чем я? Если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. Задача, которая здесь стоит, Бернард Рэмм определил как богословскую экзегезу. С этим выражением вы, возможно, встретитесь в тексте еще не раз. Богословская экзегеза. Которую Рэмм считает и искусством, и наукой в одинаковой степени. Ее цель в синтезе, объединении чего-либо в единое целое. Применительно к тексту Писания, это попытка исследовать все обширное смысловое поле текста. Ответить на вопросы типа «И что теперь?», насколько это возможно? К его словам я бы только добавил «в соответствии с принципами добросовестной герменевтики», под чем подразумевается толкование Писания без отступления от Писания, без привратных умозаключений, надуманных утверждений, с допущением возможных коррективов. Вот это я и называю добросовестной герменевтикой, или интерпретативным подходом. Без отступления от Писания, привратных умозаключений, надуманных утверждений и так далее. В конце концов, если мы рассматриваем себя как приверженцев традиции реформации, то лозунг «Семпер реформанда» в своем прямом значении «постоянная реформация» характеризует добросовестную герменевтику. При этом неотъемлемой ее частью важнейшей составляющей интерпретативного подхода К слову, вспомним, что слово «герменевтика» происходит от греческого «герминео» – «пояснять», «толковать», «излагать», которое, в свою очередь, связано с именем «гермеса» – «посланника богов». То есть, эта область знаний, связанная с сообщениями, их пониманием, их правильным толкованием – все это включает в себя наука герменевтика, которая и определяется как наука о смысловом понимании и правильном истолковании текста. Так вот, важнейшей составляющей данного подхода является то, что реформаторы назвали «принципом аналогии Писания». Иногда его также называют «принципом аналогии веры». Оба они, по сути, описывают одно и то же. Аналогия «Скрипчерай» или «Фидей». По убеждению реформаторов, добросовестное толкование Писания требует толкования Писания посредством Писания. Это первый принцип. При этом в толковании Писания посредством Писания библейское богословие оказывается полезным в том, что оно исследует канонический аспект, историческую перспективу, развитие всей библейской истории. Второй принцип звучит так. Нельзя толковать Писание так, чтобы оно опровергало само же Писание. Так современное либеральное богословие, как мне кажется, отличается в том числе и тем, что оно противопоставляет, скажем, Павлу Иакову, Иоанну Павлу и так далее. Показывая, таким образом, наличие в каноне внутренних противоречий. И канон в этом случае становится основанием не для теологии, а для политеологии. Согласно третьему принципу, непонятные тексты толкуются понятными текстами. Например, в 1 Коринфянам 15 есть упоминание «Крещение для мертвых». Апостол Павел отстаивает учение о воскресении с помощью многочисленных аргументов. Христос являлся разным людям, включая самого Павла. Кроме того, как и было предречено в Ветхом Завете, то есть Писании, Христос умер и воскрес из мертвых, и так далее и тому подобное. Апеллирует Павел к одной из практик в Коринфе, которая касается лишь поверхностно. Он говорит, если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Кто знает, о чем это? Мормоны знают. Ведь именно с ними связано учение о крещении за умерших, прокси-крещении, когда человек, живущий, может быть крещен за покойного человека, например, родственника или друга. Таким образом, умершие люди получают возможность войти в Царствие Небесное. Основанием служит 1 Коринфянам 15, а это как раз пример толкования понятного текста текстом непонятным, а не наоборот. Итак, напомню, третий принцип – принцип толкования непонятного текста Писания понятным, то есть принцип аналогии Писания, аналогии веры. Именно на таких принципах, как мне кажется, должна строиться правильная герменевтика. Сюда бы я еще добавил, что в толковании Писания следует учитывать жанровые особенности текста. С чем мы имеем дело? С поэзией, родословной, притчей, псалмом и так далее. На это, по-моему, надо обращать еще более пристальное внимание. Не то, чтобы реформаторы 16 века этого не делали. Просто жанровая принадлежность – один из важных моментов. По поводу всего этого существуют самые разные мнения. Так, в рамках курса по систематическому богословию мы изучаем тему творения и рассматриваем термин «день» из первой главы Книги Бытия. Даже библейски ориентированные евангельские христиане понимают и толкуют слово «день» по-разному. Кто-то говорит, что речь идет об астрономических сутках, то есть о 24 часах. Кто-то считает, что в Бытие 1 подразумевается гораздо более длинный промежуток времени. А кто-то усматривает в использовании слова «день» литературный прием, отражающий аналогию Божьего труда с трудовой неделей еврея того времени. Важно отметить, однако, что ни один из этих взглядов не ставит под сомнение авторитет библейского текста как Слово Божьего. Различия касаются жанровой принадлежности текста, характерных особенностей первой главы Книги Бытия. Разумеется, от заблуждений никто не застрахован, в том числе и в этом вопросе, в вопросе определения жанра. Нам же важно понимать, когда разногласия касаются авторитета Библии, а когда жанровых особенностей текста. Итак, жанровая соотнесенность. На занятиях по систематическому богословию я, как правило, рассказываю историю о том, как однажды меня поразил один из родственников моей жены Джули, предками которой были представители шотландских плимутских братьев. Так вот, некогда мне довелось общаться с ее двоюродным братом и дядей в небольшом городке к западу от Сиднея. Дядя Джек произвел на меня неизгладимое впечатление таким своим рассуждением. Если бы притча о добром самарянине не была историческим событием, на примере которого Иисус учил народ, я, сказал дядя Джек, разуверился бы в том, что Иисус подлинно Сын Божий. Вижу недоумение на ваших лицах. Мое лицо тогда выражало примерно то же самое. Крайнее удивление. Потому что в этом случае, продолжил он, Иисус учил бы истине посредством лжи. Но это же притча, твердил я. Притча, понимаете? Конечно, это совершенно особенный случай, но вполне реальный и наглядно показывающий необходимость учета жанра текста. А следующую иллюстрацию я обычно привожу на занятиях по систематическому богословию. Если бы я пришел сюда и выразил свою крайнюю обеспокоенность тем фактом, что Англию, в которой мне не раз доводилось жить, разорили и разграбили. Повсюду горят замки, люди спасаются бегством. Так написано в утренней газете, которая даже называет имя генерала захватнической армии. Наверняка вы как минимум почесали бы затылок и подняли бровь. Утром вы тоже смотрели новости, например, СНН, но об этом не было сказано ни слова. Так кто же напал, интересуетесь вы? Хагар ужасный. Если вам знакомо это имя, то вы наверняка знаете, что это герой комикса, викинг. Так вот, принятие сюжета комикса за реальное событие и есть пример категориальной ошибки, жанровой ошибки. Так, в газете, например, мы различаем объявления, телепрограмму, очерки, передовицу и так далее, проявляя тем самым подчас более тонкое понимание жанров, чем при чтении Библии. Как бы странно это ни звучало. Итак, знакомство с жанровой принадлежностью библейских текстов это одна из важных задач вашего обучения в семинарии Тринити. У Роберта Чарльза Спроула есть замечательная книга. Не знаю, издают ли ее еще. Попробуйте поискать на Амазоне и приобрести примерно центов за 15. Иногда ценные вещи на Амазоне можно купить очень дешево, если с момента издания прошло уже несколько лет. Я часто так делаю, очень выгодно доложу вам. Называется книга «Познание Писания» и посвящена она теме толкования Библии. Книга написана просто, интересна и доступна. Настоятельно вам ее рекомендую. Следует отметить, что движущей силой в реализации этих принципов должно быть библейское богословие. То есть, читая один библейский текст, толкуя его с помощью другого библейского текста, мы помещаем его в контекст всей Библии, определяем его место во всей истории искупления, как она представлена в Библии. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com А какие дополнительные источники вы порекомендовали бы по теме аналогия веры? Что можно почитать по теме аналогия веры? Интересный вопрос. Навскидку не назову вам ни одной монографии, которая бы целиком была посвящена истории этого вопроса. Отдельные его аспекты рассматриваются у разных авторов, например, у Мюррея, как я уже отмечал. Он упоминает этот принцип в одной из цитат, подразумевая, что читатель с ним уже знаком. Соответствующие статьи есть также в разных словарях и справочниках. Ценным ресурсом, особенно для тех, кто собирается продолжать заниматься богословием, кто нацелен получить в области богословия, скажем, ученую степень, послужит один очень полезный словарь, который называется «Словарь греческих и латинских терминов». Точное название не помню, но кажется, словарь латинских и греческих богословских терминов Ричарда Мюллера. Он предлагает прекрасный анализ понятий аналогия веры или аналогия Писания. Кто-то из реформаторов эти понятия разделяет, кто-то считает их синонимичными. Я придерживаюсь второго подхода. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Начните с Ричарда Мюллера. Эти же самые принципы отражены в 39 статьях вероисповедания англиканской церкви, а также в Уэстминстерском исповедании веры. По этой теме есть еще статья в словаре богословских терминов. В словаре богословских терминов тоже имеется соответствующая статья. В принципе, материал об этом должен быть в любом богословском словаре. Возможно, разумно предполагаю, что традиционный историко-грамматический метод исследования Библии предусматривающий анализ грамматики изучаемого текста, исторического фона его написания, то есть помещение текста в контекст. Итак, историко-грамматический метод был основополагающим для реформаторов 16 века, в отличие от аллегорического подхода к интерпретации, согласно которому библейские фрагменты обозначали духовные вещи. Полагаю, это можно несколько развить и назвать литературно историческим методом, поскольку такое название, во всяком случае в моем восприятии, подразумевает обязательный учет и жанрового аспекта анализа. При этом напомню, что любой текст обязательно следует читать в контексте всей Библии, в контексте всей истории искупления. Следовательно, литературный анализ не значит исключительно текстуальный анализ, но и выражаясь терминами Линкса исторический, а также и канонический. Вопросы по этой теме есть, прежде чем мы переключимся на несколько минут на иную тему, а потом перейдем к следующему вопросу. На перемене мне поступил вопрос от студента, который читал систематическое богословие Эриксона, из списка рекомендованной литературы по другим моим курсам и столкнулся с выражением «библейское богословие», которое, по словам автора, было популярным в 40-е-60-е годы, после чего благополучно изжило себя. это так и есть. Однако то библейское богословие, о котором говорит Эриксон, описывает конкретное течение в либеральном богословии в указанный период, преследующая цель вернуть Писанию хоть какой-то авторитет, но не принимая при этом традиционный взгляд на него как Богодухновенное Божье Слово. С этим течением ассоциируются имена таких богословов, как Джордж Райт, Флойд Филсон и так далее. Поскольку сторонники данного подхода не признавали безусловный авторитет Писания, он в конечном итоге оказался неосновательным и изжил себя. Запутаться действительно нетрудно, если в тех или иных источниках термин «библейское богословие» употребляется как раз-таки для обозначения данного течения. Мы же используем его для наименования «учебной дисциплины», учебной дисциплины иного происхождения, берущей начало в трудах Герхарда Восса и его последователей вплоть до наших современников. Итак, помните, что один и тот же термин может встречаться и для описания уже изжившего себя либерального течения и для наименования изучаемой нами богословской дисциплины. Это понятно? Помните об этом, когда будете читать богословскую литературу. в anh越се нjugе читать книги ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Субтитры создавал DimaTorzok